58-летняя Бьюиновара Рузбаева 10 лет назад похоронила мужа. Женщина продала сельский дом и уехала в Бишкек. Купила дом в поселке Дача-Су, вырастила сыновей, женила и те уехали на заработки в Россию. Сама осталась нянчить внуков. Сыновей они давно построили новый дом и собирались через месяц выдать замуж младшую сестру. Но планам этим не суждено было сбыться. Она одна вырастила детей, сыновей женила. И работала сама, и дала хорошее воспитание детям. Всех жалко, и ее, и дочь, которую успела Риша сватать. До свадьбы не дожила. Мы все убиты горем. Никому из нас не верится, что их не стало. Такое тяжелое горе. Горечь утраты даже передать словами трудно. Эта семья потеряла сразу пятерых членов. Мать у Розбаева Бюйнавар, а также ее сестру, ее 29-летнюю дочь Айджамал, двух внуков Бюйнавар. Тимуру было 11, а его брату Айболу было всего 10. Папа Тимур из Орлых до трагедии находился в России. Как, впрочем, его старший брат папа Айбола. За час до аварии из Орлых с мамой успел поговорить по скайпу. Но дети пока спали. После этого он поехал на работу. И уже спустя несколько часов прочитал новость о случившемся в интернете. И сразу же братья вылетели в Бишкек. Я прошу Бога простить мою маму, если она того не зная совершила ошибки. Также я прошу прощения у мамы, если когда-то сам того не зная обидел ее. И считаю, что авиакатастрофа – это несчастный случай. И в этом никто не виноват. Бог дал, Бог отнял. Осуждать за это я не имею права. И прошу всех, кто видит наше горе и всем, у кого оно вызывает сострадание, прочитать молитву в память моих родных. Я бабушка Айбола. Он был единственным сыном моей дочери. У дочери после рождения сына со здоровьем проблемы. И она больше не может иметь детей. Пока она с мужем работала в России, воспитывала Айбола я. Недавно сваха забрала его. Сказала, что пусть рядом с братом растет. Я переживаю за дочь. Как она переживет смерть сына? Нам очень больно. 40-летняя Аниса Калимова – сестра, погибшей в Бенавару Рузбаевой. За пару дней до трагедии поехала к сестре в гости и погибла вместе с ней. Остались пятеро детей, младшие школьного возраста. Сегодня также состоялись похороны жителя Узгенского района села Куршаб, 50-летнего Сююмбай Батырова. Джалабадскую область привезли тела беременной женщины и ее двух сыновей. Вместе с ними была похоронена неродившаяся дочь. Перед тем, как предать землю малышке, дали имя Аяна.